здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта сегодня сделаем краткой такой экспресс обзор основных инструментов пройдемся по индексу доллара валютным парам затронем металлы нефть газ там есть интересные моменты в принципе по фондовым индексом тоже двух словах что у нас произошло важного на этой неделе фрс понизил ставку на полпроцента в принципе большинство ожидали это но все-таки была вероятность 025 здесь очень важный момент что у нас идет сворачивание скажем carry trade по по доллару да и я думаю что стремительно сейчас будут расти все мажоры против доллара евро фунт австралийский доллар зеландский доллар и другие там пара не в принципе так за последнее время на вот этих ожиданиях росли но здесь я думаю как вариант будет такой стремительный рост как по примеру доллар иена да когда у нас был очень сильный carry trade да по доллару была большая ставка по иене было ниже нуля и вот этот баланс сменился и доллар иена полетела очень сильно вниз и технически это было видно да что там будет разворот то же самое сейчас по валютным инструментом поэтому учитывая фундамент понижение ставки и дальнейшая вероятность понижения ставки эти инструменты будут скажем рискованные активы будут иметь перспективу роста на какое-то время да потом это этот момент я думаю среднесрочно поломается ну и что еще вчера произошло фунт доллар банк англия ставил ставку это говорит о том что фунт тоже в тренде кто торгует фунт принципе я бы его покупал с целью 1 35 и возможно 140 в какое-то ближайшее время мы можем сделать конечно существуют варианты такие когда рынок это все как бы очевидно все начинают покупать и рынок может на этом засаживать до мили какие-то маленькие коррекции или глубокие поэтому нужно быть внимательным и не на всю голову уходить ну давайте конкретно придем графиком начнем с индекса доллара здесь очень интересный момент индекс доллара имеет хорошую поддержку я не беру уровень 100 пунктов я беру уровень 100 и 4 этот уровень это минимум августа мы его в сентябре тестировали от был у нас ложный пробой цена пошла наверх пошла реакция на ложный пробой но дальше цену снова вчера задавили это означает то что скорее всего мы этот уровень 104 будем пробивать мы его же в процессе пробиваем и будем дальше падать а учитывая огромное здесь накопление я думаю что фунт долл индекс доллара пойдет хорошенько в район там 99 98 вы ближайшее время поэтому индекс доллара кто торгует я бы его шаркил ниже уровня 10 точнее 100 . 40 да конечно могут быть какие-то ложные моменты но я бы пока шаркил сегодня этот инструмент если брать евро доллар евро доллар я бы покупал секущих даже если будет небольшая коррекция дальше до до покупал с целью 113 115 конечно возможно в любое время какие-то коррекции это еще лучше на этих коррекциях можно будет докупаться если они будут показывать окончание коррекции по инструментам ключевой уровень по евро доллару это 111 да вот вот этот уровень поддержки моего ложного позвать вчера ночью выносили я думаю что мы дальше будем расти фунт доллар на двух словах мы сейчас если мы берем закрепились вчера выше максимум ауста что-то наподобие индекса доллара и я бы сейчас влетал в этот поезд стоп поднятие ниже уровня 3260 есть куда расти возможно сегодня пятница будет такой феерический рост конечно соблюдаем риски потому что все возможно по другим валютным парам я думаю картинка плюс-минус одинаковая их затрагивать не будем давайте пройдемся еще по другим инструментам натуральный газ мне кажется здесь картинка красивая кто торгует данный инструмент я в принципе последних своих обзорах говорил что я рассматриваю рост натурального газа и сейчас в принципе как мне кажется вот если учитывать график фьючерса на природный газ есть котировки разные кого-то там же экспирация произошла в кого-то там спот рынок но учитывая данный график я вижу здесь небольшое хорошее накопление в 5 дней я думаю что ну сегодня завтра или с понедельника мы должны показать хороший рост стоп лосс я бы ставил за вчерашний минимум если мы туда уже идем я бы фиксировался ну фиксировал бы позицию потому что в принципе не должны ее ломать или если будем ломать это уже какая-то другая картинка будет я бы пока постоял сторонке в таком случае а пока я за покупки то же самое кто торгует нефть в принципе во вторник я говорил что по нефти я рассматриваю покупки здесь очень красиво такое даже поджатия смотрите очень хорошая модель такая неплохая модель была на покупку вот я говорил во вторник что стоит присматриваться к покупкам нефти при форма при формировании дополнительных сигналов покупать принципе очень хорошо я вчера даже своим ребятам закрытом канале про сигнал говорил покупаем нефть или кто там не купил еще скажем удерживаем кто купил потому что я начинал со вторника рассматривать покупки нефти то есть и вчера даже подтверждал их здесь есть еще дополнительный фактор помимо технически то что я увидел ро возможные покупки нефти марки бренд у нас здесь ключевой уровень еще говорил это 71 на это такой фактор вот этой эскалации на ближнем востоке как видим она пошла к чему она придет мы не знаем но видим это напряжение на рынках и нефть потихонечку растет кто покупает нефть я бы работал это стоп лоссами обязательно ключевой уровень 71 потому что это может быть все на вся коррекция и мы можем сильно болеться но я пока рассматриваю основной сценарий роста по по нефти и возможно достаточно сильный я напомню на прошлой неделе у себя в открытом канале опубликовал статью очень хорошую по сантименту что очень сильный short практически все шортят нефть когда все шортят нефть это означает что нефть ну как и любой инструмент скорее всего ближайшее время развернется развернулись ли мы сейчас ли еще будет падение время покажет это такой глобальный сантимент но я сейчас ищу покупки если мы будем дальше падать обновлять минимума там 68 я снова буду там при наличии сигнала покупать нефть и советовать в обзорах дальше что касается других инструментов по золоту в принципе здесь дальше только покупки принципе мы практически практически сегодня 2600 достигну даже еще как максимум был у нас еще позавчера 2600 сегодня мы снова 2600 тестируем я думаю что мы этот уровень будем пробивать и улетать вверх то есть пока золото находится выше 2560 я за покупки то есть вот вчерашний день это ориентир минимум вчерашнего дня все что выше этого минимума я целюсь выше и у нас следующая цель это 2 700 посмотрим сможем ли мы его достичь на следующей неделе плюс учитывая вот эта эскалация конфликта возможно она скажем подогреет скажем этот момент что инвестора будут более агрессивно покупать сильный тренд понятно что в любой момент может начаться коррекция коррекция по золоту бывают такие быстрые вот допустим вот идет рост потом бах-бах-бах и вниз поэтому это тоже учитывать ориентире сказал вот 2 560 вот это скажем такой баланс выше покупки ниже уже под вопросом так металла затронули по фондовым индексом принципе давайте посмотрим s&p 500 s&p 500 у нас пробил и закрепился выше исторического хая ну как исторического то есть 2 5 717 условно пока мы выше этого этого уровня я за покупки я пропустил здесь покупки на этой коррекции немножко запутался ожидал там более более глубокую коррекцию но этого не произошло я об этом говорил что было два сценария первый который я оставил основной что у нас коррекция позатянется второй что существует вариант что вот это коррекция закончится плюс-минус она в принципе здесь показывал уже окончание вот 11 сентября на прошлой неделе но скажем этот момент упустил и сейчас в принципе я бы с коррекцией дальше рассматривал покупки ориентир понятен если будет ложный пробой тогда нужно будет уже думать по-другому на ну и вдобавок рынок криптовалют на биткоин в принципе мы как раз с ребятами закрытом канале обсуждали этот вариант что вот после вот этой коррекции которая была на на прошлой скажем на прошлой неделе если она будет закончена то стоит покупать она в принципе вот здесь показывал во вторник что она закончилась и скорее рос но лично я не покупал биткоин на это обсуждал закрытом канале ребята которые это понимают я сигнал не давал но я давал ориентир что здесь стоит покупать скорее всего на окончании коррекция вот я давал рекомендацию на покупку позавчера в закрытом канале по эфиру здесь был неплохой паттерн очень красивый мы покупали где-то в районе 2 300 с небольшим стоп лоссом около 30 40 долларов и здесь за минимум ставили она в принципе напоминает вот этот паттерн который у нас был в августе то есть здесь аналогично покупал мы имели неплохой рост спекулятивной но его потом поломали я дальше переворачивался в шарты здесь я сейчас покупкам и эти покупки в принципе мы я советовал сегодня утром поставить без убыток эфир и посмотреть что из него получится очень сильный рост или это всего-навсего там коррекция какая-то и мы дальше снова будем падать время покажет да то есть и будет ли сигнал что дальше делать на этом все в принципе всем хорошего завершения торгового дня с понедельника будут новые обзоры там понедельник или вторник уже по факту посмотрим если будут какие-то уточнения всем спасибо вся информация по закрытому каналу на сайте проекта кухта капитал про сигнал пишите если кому интересно по обучению также пишите всем пока удачи